Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Насколько я знаю, вы начали играть на скрипке в 6 лет И вот интересно, что бы вы могли сказать сейчас, спустя 38 лет, о профессии скрипача? Что, значит, не надоело ли мне? Нет, не надоело. Это просто очень трудно. Вы понимаете, играть на скрипке очень трудно. Эта профессия требует предельной собранности, живости фантазии, напряжения, адского труда. Скрипка не прощает ни искренности, ни неточности. Но это не надоело. Потому что, может быть, потому что я очень люблю музыку. Причем иногда даже люблю ее больше слушать, чем играть. Это вам может показаться странным, что профессиональный музыкант говорит такие вещи. Но это действительно так. Я люблю музыку. Я ее люблю за то, что она не дает человеку стать равнодушным, рациональным. Прошло то время, когда большинство людей плохо представляло себе, что такое работа музыканта. Теперь все знают, что это тяжкий труд. Но мне хотелось бы с вами поговорить о другой, скрытой и бесспорно самой сложной стороне работы музыканта. Поиска им своей исполнительской истины. Вот как это происходит у вас, Игорь Семенович? Да, конечно, процесс сложный и порой длительный. Вы понимаете, в каждом произведении мне нужно найти предельно ясный исполнительский план. Что это значит? Я должен найти для себя предельно ясную и яркую, образную задачу каждого эпизода. Я должен для себя выяснить причинность изменения настроения. Вот дам этот эпизод, такое-то настроение. За ним следует эпизод с другим настроением. Я должен обосновать для себя, почему происходит это изменение. Тогда для меня раскрываются новые возможности для более общего, так сказать, раскрытия уже строя всего произведения, всей формы. Причем этот процесс, так сказать, анализа творческого, мне кажется, должен тесно соприкасаться, сочетаться с живой работой фантазии. Только в этом случае, в случае гармоничного сочетания этих двух факторов, я могу получить возможность для того, чтобы мне было интересно играть. Если мне интересно играть, значит, возможно, будет интересно и слушать. Все это занимает много времени. И вот я знаю, что меня иногда упрекают в том, что, ну вот, мол, безродный, там, медленно овладевает новым репертуаром, довольно редко выносит на сцену новые произведения и так далее. Но вот, ну, я просто иначе не умею. Каждая скрипка, как известно, обладает очень большой индивидуальностью. А чем примечателен ваш инструмент? Я играю на инструменте работы итальянского мастера Гвадонини. Это очень интересный инструмент. Он очень нравится мне. У него очень своеобразное звучание, глубокий, интересный звук и большая сила звука. Я играю на нем сравнительно недавно. И поэтому мне кажется, что еще найдутся какие-то стороны его индивидуальности, которые мне еще предстоит познать. Игорь Семенович, какие обычно состояния вызывают у вас предстоящие концерты? Я не знаю, существуют ли такие счастливчики, которые с радостью выходят на сцену и с полным удовлетворением уходят со сцены. Я себя, во всяком случае, к их числу никак не могу причислить. Почему? Потому что это всегда очень трудно, возможно, более полно реализовать то, что задумано, что подготовлено. Вы знаете, бывает иногда так, идешь на концерт, казалось бы, все хорошо, и ты в хорошем состоянии, и хорошо все подготовлено, все ясно, все задумано точно. А после концерта оказывается, что он прошел бледно, малоинтересно. Тут, мне кажется, есть какое-то противоречие. Но недовольтворенность итогом, естественно, для любого творческого человека, это понятно. Но почему вы отрицаете радость выхода на сцену, которая для вас, артиста, является основной сферой контакта со слушателями? Вы знаете, радость, мне кажется, слишком часто обманчива в этой ситуации. Она демобилизует. Опасно, мне кажется, настраиваться заранее на праздник. Он должен получиться в результате. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чекона. вершина крепичного творчества Баха. Те 14-15 минут, которые длится Чекона, настолько насыщены мудростью, глубиной и красотой, что говорить о Чеконе непросто. Какой-то огромный человеческий мир, обогащенный во второй половине Чеконы столь же огромной, захватывающей идеей. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Что касается юмористки Щедрина, я ее тоже очень много играю, вы знаете, это можно, если бы я был кинематографистом, я бы сделал бы на эту музыку мультипликационный фильм, где действующими лицами были бы пьяный, собака, лающая время от времени, и корова, и эти действующие лица находятся как бы, так сказать, в сложном взаимодействии друг с другом. КОНЕЦ 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 Я пользуюсь многим из того, что я видел, слышал. Вообще, мне кажется, что музыкант должен обладать не только чисто музыкальным талантом, но еще каким-то талантом видения мира. Я имею в виду вот эту творческую способность к преломлению в своем художественном, так сказать, сознании того обилия впечатлений, которые художник должен, так сказать, как бы впитывать в себя на протяжении своей жизни. Как говорил Станиславский, накапливать как бы взрывчатое вещество для творчества. И вот это взрывчатое вещество вдруг в какой-то неожиданный даже порой для самого исполнительного момент может сыграть роль импульса, который дает, так сказать, толчок работе фантазии. Тут даже не столь важно, что именно является, так сказать, поводом для импульса. Это может быть и какой-то цветовой акцент в живописи. Это может быть красота человеческого тела в скульптуре. Это может быть гармония архитектуры. Это может быть трагическое впечатление, связанное с войной. То есть масса совершенно различных впечатлений, накопленных, которые могут в определенный момент сыграть вспомогательную роль. И вот для меня, как для профессионала, вот что в этом главным образом ценное. Мне не важно, те ли самые ассоциации, так сказать, увидит, вызовет в своем сознании слушатель. Конечно, скорее всего, нет, но мне это может помочь найти те детали исполнения, которые не родились бы, может быть, в противном случае. Равель. Блюз из сонаты для скрипки и фортепиано. 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 КОНЕЦ 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 Игорь Семенович, Вы известны так же, как и педагог. У Вас большой интернациональный класс и есть уже свои международные лауреаты. И вот хотелось бы узнать о Ваших педагогических принципах, если это не секрет. Прежде всего, я хотел бы вспомнить о моем учителе, замечательном музыканте, профессоре Абрамовича Емпольском. Этому человеку я обязан всей своей творческой жизнью. Мне кажется, что он обладал удивительной способностью вовремя распознать, почувствовать и умело развивать будущую индивидуальность своего ученика. И вот я пытаюсь по возможности найти индивидуальный подход к каждому ученику. Ведь они все очень разные люди. У каждого свой характер, темперамент, психика, наконец, своя степень одаренности. Далее. Я очень радуюсь, когда ученик спорит со мной. Это значит, что он имеет уже сложившееся свое музыкантское мнение. Он не ждет от меня, как бы, готовых рецептов. Ведь иногда мы наблюдаем, как молодой музыкант, выйдя из-под опеки своего педагога, быстро, как бы, скисает творчески. И еще. Я считаю, что нельзя талантливых музыкантов обязательно перенумеровывать. Этот первый, а этот уже второй. Я имею в виду конкурсы. Мы ведь знаем, что не всегда конкурсант, получивший более высокую премию на конкурсе, завоевывает в будущем столь же высокое признание публики. Я знаю, что 99% моих учеников не станут лауреатами. Но я бы хотел, чтобы они стали широко образованными музыкантами, создающими художественные ценности, будь то в области педагогики или симфоническом оркестре, или в камерном ансамбле, или в сольном исполнительстве. И последнее. Я стремлюсь к тому, чтобы мои ученики не забывали о том, что скрипка по своей природе и по своей основе – поющий инструмент. КОНЕЦ Игорь Семенович, Вы заговорили об еще одной стороне Вашей деятельности – дирижирование. Насколько я знаю, Вы этим занимаетесь недавно. Да, я дирижер молодой еще очень. Вы понимаете, я больше всего боялся быть просто любителем дирижером. И я учился этому. Поэтому я хотел сделать из этого профессию. И давно тянулся к этому. Пожалуйста, используйте весь смычок без остатка, всю ленту волос. Плотным, красивым, мощным смычком. Ни одного сантиметра не оставляйте неиспользованным. Прошу Вас еще разочек это же самое место. 4 до Q, до 16. Пожалуйста. Очень хорошо, очень хорошо. Спасибо большое. Еще одно место. Имеется в виду 19-я цифра, буква U. Назад. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть тактов назад, пожалуйста. Ударом первое звучание тремоло. Дальше. Товарищи, прошу Вас. Эта тема. Представьте себе ее как искалеченную тему любви. Не надо ее украшать в этом случае. Не надо. И вибратор немножко меньше. Плотный смычок. Не надо слишком красивым звуком отыграть. И, пожалуйста, почти с акцента. Первые сгибки и виолончели. Почти с акцента начать соль. Прямо U, пожалуйста. Прямо 19. Прямо 19. Прямо 19. Очень хорошо. Спасибо большое. Спасибо. С этим все. Теперь сыграем начисто этот кусок. Пожалуйста. Море музыки. Огромные горизонты возможностей для выражения каких-то определенных идей. Собственно, только из-за этого я так давно уже стремился к этой профессии. Процесс этот трудный, мучительный. Но я иду на это сознательно, так как есть цель, которую я хочу реализовать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok